Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас ваша любимая рубрика распаковка зоопосылок. Просто посмотрите, какая у нас здесь красота! Здесь очень много классных, интересных зооновинок. Вообще, мне пришла прям огромная посылка, такая коробка с своими классными зоотоварами. Мои подписчики в Телеграме ее уже увидели, заценили и были просто в шоке от масштабов. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые классные, интересные видео. У меня на канале, кстати, есть отдельная рубрика зоораспаковки, отдельный плейлист по этому всему. И у нас будет вот это большое видео и еще два. Один шорт и одно большое тоже видео с распаковкой зоотоваров, потому что их реально просто очень много. Итак, сегодня моя любимая фирма Триол. Триол. Это российский бренд. Эта фирма уже давно на российском рынке, уже 25 лет. У них огромный каталог с классными товарами, там более трех тысяч наименований. Так что каждый пушистик, каждый хвостик найдет что-то интересное для себя. Ссылочки на соцсети я оставлю в описании под этим видео, на сообщество ВК Триол. Там они часто проводят разные розыгрыши, конкурсы для своих подписчиков, поэтому подписывайтесь обязательно. И также я оставлю ссылочку на сайт, где вы сможете посмотреть всю продукцию. Сегодня, кстати, я порадую не только Патрика с Микусей, но также и своих котиков. Вот эта классная подписная лежанка для них, так что откроем ее в самом конце. Кстати, напишите в комментариях, может быть вы хотите, чтобы я заказывала золотовары не только для собак, но также и для котиков. Разные игрушки, пледики, лежанки, коптеточки, что-то котики любят. В общем, давайте начинать. Итак, первое, что я вам хочу показать, это, пожалуй, вот этот плед. Я так его хотела, когда увидела. В общем, это очень классная, удобная вещь. Обычные пледики, типа детские, не подходят для собак, потому что они сильно большие. Их я могу положить только, допустим, в нашу коляску для собак. А вот в переноску какую-то, да даже в машине едешь вместе с собачками и не очень удобно. А тут посмотрите, какой классный пледик, и он еще такой мягкий, и тут принт лапки. Так, давайте откроем. Микуся, ты уже спишь? Проснулась? Вау, посмотрите. А, у него такой размер классный. Посмотрите, вау! И какие лапки еще прикольные. Вооот! Микуся, ну что, я сразу перебралась на него. Сейчас снова закутывается и будет спать теперь на нем, да? Ты помягче место себе нашла. Класс, посмотри, какой мягенький. Вообще супа! Мика ставит лайк. Ну он правда такой мягкий, такой классный. В общем, пледик советую, рекомендую. Реально, мне очень понравился. И такой можно и в переноску положить, какую-то сумочку, и в машину. И просто даже если не хотите переноску брать, вот так вот собачку накутали, как ляльку. И все, и пошли с ней вот так вот, да? Все, супер. Так, Микуся, ложись. Продолжаем распадовку. Сейчас я хочу вам показать свой фаворит. Это будет игрушка, и я ее ждала больше всего, потому что я когда увидела ее на сайте, я просто влюбилась в таких красивых игрушек. Мне кажется, никогда даже не видела. В общем, даже если у вас просто нет собаки, у вас должна быть эта игрушка, потому что она просто обалденная. Так, смотри. Так, открываю. Вы сейчас будете в шоке. Патрик уже в шоке. Мико, по-моему. Смотрите. Подождите, подождите. Он влезет из своей оболочки. Посмотрите. Это бурундук. Он такой боберок. Кто это? Я не знаю, но он просто обалденный. Он как будто такой лохматый весь. Тут, правда, Бирка еще мешает. Но посмотрите, у него уши, у него глаза, нос, у него тут вот борода. Просто. Вы посмотрите. И даже если вы не будете с ним играться, просто я с ним буду играться. Так, где ножнички, сразу хочу отрезать битку, чтобы показать вам его красивую мордочку. Ну, это восторг. Просто вау. Я бы сама с таким игралась. Итак. У него тут сейчас зубы, посмотрите, какие. Сабли зубы, валер. Обалденный. Микусь, посмотри. Вообще. Кайф. В общем, даже если у вас нет собак, покупайте бобра этого. Это будет первый шаг на пути к тому, чтобы завести собаку. Ну, или к тому, чтобы просто завести бобра такого. Ну, реально. Он обалденный. У него есть какой-то звук? Он вообще пищит, вообще. Ну что, у нас еще много классных игрушек есть. Но я хочу показать вам вот такую вот золоновиночку. Мне просто не терпится, потому что такого у нас еще не было. Это пеленки. Ну, не обычные, а черные, угольные. Я много у кого их видела. И я всегда думала, где они их берут. А тут я увидела, ну, Мика, ну ты уже добралась до вкусняш. Ну, подожди, пожалуйста. Такие вкусняшки необычные у нас. Но сначала пеленки. В общем, это угольные пеленки. Они очень классные. Они еще, знаете, чем удобные? На липучках. Они надежно фиксируются к полу. Они блокируют запах из-за угольного бамбукового фильтра. И также быстро отпитывают. Тут еще гелевая прослойка есть с суперабсорбентом. Так. Ну что, вам интересно? Я, кстати, не знаю. У меня собаки привыкли ходить на белые пеленки. Будут ли у них возникать сложности с черными? Мне кажется, не должно. Посмотрите, как это все выглядит. Тут всего 12 штук. Я заказала размер 60 на 90. Вы так оживились? Это просто ужас. Ляжьте. Мика, спи. И так. Это не так просто непривычно. Они... У меня были белые пеленки. У меня были пеленки с рисунками. Но таких у меня еще не было. Вот, посмотрите. Задняя сторона вот такая вот черная, матовая. Здесь есть вот такие вот липучки. И они на такой клейкой основе. Можно прилепить к полу, если у вас собачка любит бегать по комнате, чтобы она не сносила каждый раз пеленки. На этой стороне они вот такие вот серенькие, прикольные. И мне кажется, это даже более практично, потому что не будет видно, когда пеленка такая уже не первой свежести. Но не так будут заметны вот эти пятна. Кстати, меня многие спрашивают, вообще, Мика с Патриком ходят на одну пеленку или как? Многих почему-то интересует этот вопрос. Да, они ходят без проблем на одну пеленочку. И я часто заказываю именно вот такие вот большие, вот, потому что для двух собачек удобнее. Итак, предлагаю сейчас открыть с вами одну из вкусняшек. Давайте вот эту. Она меня очень интересует. Я такое увидела вообще первый раз и сразу решила заказать. Вот в такой коробочке она приходит. Это серия Утреол Planet Food. Еда из разных уголков планеты. Давайте я вам почитаю. Это называется чурпи. Очень обычная, я так поняла, это сырная палочка из молока яка. Итак, чурпи это лакомство из цибетского полутвердого сыра, который изготавливается на основе молока горного яка. Эти яки живут в Гималаях, самые высокие загадочные горы планеты. Тут все написано про пользу этого молока, что оно очень редкое, неповторимый вкус, исключительная польза. Так, так, так. И состав, что меня очень радует, тут просто один компонент. Молоко яка. Никаких добавок, что очень классно. Ни соли, ни каких-то там желирующих штук. В общем, просто молоко яка. Это обалденно. Чем меньше состав вообще в собачьих лакомствах, тем круче. Так, давайте откроем. Ты уже заинтересовался? Он так носом туда тыкнул. Так, вот так это выглядит. Вот такая вот палочка. Никуся, идти к нам. Сейчас будем распаковывать. Сейчас будет у нас мукбанг от Микки с Патриком. Но она такая, она достаточно твердая. Она тверже, чем обычный сыр. Прости. Вот такая вот. Довольно твердая. Я не знаю, как ее поломать. Силушки богатырской не хватает. Ребят, ну я не знаю, давайте одному кому-то вам дам чурпи. Патрик, давай тебе. Вот. А Микусе сейчас достанем тоже лакомство из яка, но только не из его молока. А вот эта трахея вот такая вот. А это тоже Planet Food. Мы еще не пробовали именно трахеи яков. Они любят обычные говяжьи. Микусь, это твоя. Сейчас дам тебе. Что там, Патрик, ты разбирать еще? Что это такое, как это есть? Он такого еще никогда в жизни не пробовал. А вот это Микусе уже все мы знаем. Это уже знакомо. Ну так пахнет ярко вообще. Тут две штучки у нас. И ты это хочешь уже? Давай. Круть-верть, круть-верть. Мика, это тебе. Патрик, ну на, на, чтобы вы не нравились, если что. Вот эта штучка меня покорила вообще. Держите. Теперь можно расковывать игрушки и внимательно их рассмотреть. Так, давайте продолжим с игрушками. У нас вот еще четыре классных игрушки. Начнем с вот этой. Это новинка. Просто посмотрите. Это вот такая вот упаковочка с мороженым. В общем, здесь все вот как у нас, у людей в жизни. Упаковка так шелестит вообще. Они у меня обожают шелестящие игрушки. Класс. Эта игрушка называется шуршащая пломбир мороженка. Вот там с разными мороженками были. Я выбрала именно вот такую вот зелено-розовую. Итак, сюрприз внутри. Тут есть вот такая вот липучка. Мы ее открываем. Отрезаем этикетку. И достаем реально оттуда мороженку. Получается, как у нас в жизни. Упаковка? И вот такая вот мороженка. Она такая какая-то необычная. Такой материал на ощупь. Вообще, я такого еще не видела никогда. Я даже не знаю, с чего он сделан. Она пищит. Ничего себе. Это как резина, но она какая-то такая необычная, приятная на ощупь. Софт-тач какая-то. Держи все. В общем, можно играться и упаковкой, и самой мороженкой. Итак, следующая игрушка. Очаровательная просто. Ну какая милая вообще. Это вот такой вот кролик, типа заяц. Посмотрите. Он такой вот плюшем. Он как зефирка такая. Как маршмеллоу. Итак, у него есть пищалочка. Вот такие вот лапки, ножки, ушки, за которые можно подергивать. Вот так вот потаскать. Мне кажется, Микуся она очень понравится. Держи, это тебе. И еще одна пошлистая. И, по-моему, шелестящая игрушка. Это уже, наверное, для патика, потому что это вот такая вот лисичка. Она похожа на потрусил. Вот. Она тоже шелестит. Тут другой звук. Тут как пакет больше, а тут как бутылка, как будто. И она более плотная, там как будто такой пластик. В общем, такая вот прикольная. Такая вот лисичка. У нее еще пищалка. Да, скорее всего, в голове. Вот есть. В общем, такие вот игрушки у нас сегодня. Напишите в комментариях, какая вам понравилась больше всего. А, что ты выбрала? Чурпи? Палочку сырную. Прикольно, да? И вот такие вот лакомства, они классные тем, что вы, когда, допустим, уходите из дома, вот собака их навседает просто за одну секунду, как обычные для дрессуры. Это вот такие вот долгоиграющие, чтобы собачка не скучала, не грызла вам ничего. Особенно для щенков полезно, чтобы они расшатывали свои зубки. Забыла вам показать единорога. Он так спрятался за очередной вкусняшкой. Посмотрите, какой он веселый просто. У него такой рог, такая улыбка. Своими лапками, копытами за голову держится, такой, как будто у него что-то произошло. Там были разные зверята, и я выбрала вот такого вот единорожка. Просто у нас еще единорогов в нашей коллекции еще не было. Так что вот, это к нашим игрушкам отправляется. Ну, и так, у нас осталось еще две вкусняшки. И пойдем показывать нашим котикам их новую лежанку подвесную. Посмотрим на их реакцию. Итак, давайте покажу вот это. У меня такая рожа есть. Это типа приправы для собачьей еды. В общем, если собаки уже начинают так неохотно есть корм, или отказываются, или просто вредничают, то можно посыпать вот такой вот приправы в корм, и они просто на него налетают. Как будто это самая вкусная еда в их жизни. Вот реально. И плюс оно полезно, потому что это рубеж с говяжьей молотой. И там были разные добавки. Я выбрала с ягненком и тыквой. Мне кажется, это очень даже классно полезно. Тут очень классный состав, натуральный полностью. Здесь вот такая вот баночка, и она как консервочка открывается. Ты это любишь. И вот такая вот вкусняшка, тоже от Planet Food. Это печень оленя. Мы пробовали только обычную печень. С оленем у нас были только такие, именно мясушка его сушеная, медальончики. А это именно печень. Но я не знаю, у них уже столько вкусняшек, наверное, открывать не буду. Но мне кажется, они тоже ему безумно обрадуются. Итак, открываю. Это гамак для котов. То есть это же не просто лежанка, а целый гамак. Ну, хоть у кого-то будет гамак. Мам, помнишь, как я летом у тебя просила купить мне гамак, а ты отказала? Знаете, что она мне сказала? Я говорю, мам, купи гамак. Она говорит, знаешь, на каком месте моих покупок твой гамак у меня в списке? Я говорю, на каком? Она говорит, я его куплю после того, как куплю кормушку для калибри. И я поняла, что никогда. Вы просто в этот момент смотрели блогеров, они из Америки купили кормушку для калибри. И она такая, вот после того, как я куплю кормушку для калибри, я куплю тебе гамак. Вот, посмотрите, это вот такой вот гамак на батарею. Такой довольный кот на рекламной обложке. Здесь вот такие вот крючки. Вы вешаете на батарею. И котик приходит сюда, ложится и кайфует. Вы просто посмотрите. У меня есть два котика, Мурка и Ферби. Ферби это вообще сфинкс. И я это заказала именно для него, потому что он всегда мерзнет. Он очень любит тепло, и он всегда или под каким-то пледом укроется, или залезет на батарею. А у нас стоит кресло, батарея. И он жопко сидится на кресло и ставит лапу вот на батарею. И мама всегда так расстраивается, потому что у нас там гордина висит. И он уже столько царапок на ней затяжек сделал. Ферби, ну что ты делаешь? Ой, аккуратно. Котик мой, ты чё? Вот посмотрите, он уже на гордине сделал затяжки. Ну что это? Зачем ты такое делаешь? Задние лапы на кресле, передние на подоконнике. И он вот так вот в планке стоит, чтобы пузо над батареей горелось. Поэтому я очень рада, что Трюол нас порадовали, прислали нам вот такой вот гамачок. Тут еще сзади есть... Ой, батарея вылетел. Вот такая вот молния. И можно снять, получается, вот этот чехольчик и постирать. Пойдемте показывать это нашим котикам. Сейчас кого-то поймаю. Итак, первая мне попалась под руку Мурка. Фербиса не нашла. Поэтому Мурка будет у нас делать обзор на вот такой вот гамак. Итак, Мурочка, стой, не убегай, посиди. Все хорошо. Смотри, какая классная штучка. Непривычная, да? Ты такого еще в своей жизни не видела. Вот такая будет вообще. И Фербис будет просто в восторге, потому что отсюда идет тепло. Тут так мягенько. Вообще супер классно, да? Мурка уже аж легла. Ну, посмотрите. И она просто идеально подходит. Хотя Мурка у нас такой кабанчик жирненький достаточно. Вообще супер классно. Ой, я бы сама на таком спала. В общем, это, наверное, мой фаворит вообще в сегодняшнем выпуске. Ну, после бурундука. Итак, вот наш Фербис. Голубоглазый сфинкс красавчик. Смотри, какая у тебя классная новинка. Вообще вот такая вот лежанка, да? На этом было все. Все ссылочки в описании. Всем пока-пока.